Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Встреча главы города Сергея Сергеева и представителей анапской молодежи прошла в городском театре. Комар не пискнет, бабочка не пролетит. Анапские специалисты коммунальных служб проводят инсектицидную обработку. В Анапе стартовал 20-й юбилейный международный турнир по греко-римской борьбе. В ожидании праздника 14 июня в Анапе открывают курортный сезон. Глава Анапы Сергей Сергеев провел встречу с анапской молодежью. В гортеатре состояло заседание молодежного совета при главе муниципального образования город-курорт Анапа. На встрече обсудили насущные проблемы и утвердили планы на будущее. В неформальной обстановке прошла встреча молодежных активистов Анапы с главой города Сергеем Сергеевым. Сегодня молодежный совет объединяет людей с самыми разными интересами. Среди них и студенты, лидеры молодежных движений, предприниматели. Председатель молодежного совета Александр Асташев рассказал Сергею Сергееву о работе, проведенной активистами с ноября 2013 года. Члены совета участвуют в различных акциях и мероприятиях. В составе рейдовых групп народного контроля проводят в курортных магазинах мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Принимают участие в выездных заседаниях Совета молодых депутатов. Поддерживают российских спортсменов. Регулярно проводят встречи с депутатом ЗСК Николаем Иванюшкиным, с ветеранами. В рамках акции «Без прошлого нет будущего». Заботятся о чистоте курорта во время экологического десанта «Терновый куст». К мэру города у молодежи было много вопросов и предложений. Одно из насущных – новый ЗАГС. Сегодня на фоне фотографий молодоженов не только символ семейного счастья, обручальные кольца, но и вывески магазинов, которые находятся с учреждений в одном здании. Александр Асташев предложил благоустроить территорию с цельной стороны ЗАГСа, обустроить фонтан, лавочки, сделать парковку. В идеале вот это событие человек переживает один раз в жизни. И оно должно быть торжественным и запоминающимся. А если это все делается на фоне дверей, еще какой-то рекламы посторонней, это какое торжество? Тут все должно быть чопорно. Здесь я согласен. Иван Марченко поднял вопрос, касающийся возрождения норм ГТО. Мы организуем проведение массового масштабного мониторинга по Анапе-Анапскому району. Мы будем мониторить все спортивные площадки, которые находятся на территории муниципального образования. Помимо этого, мы организуем и другие акции, которые направлены на популяризацию массового спорта среди молодежи и не только. Также активисты предложили создать на официальном сайте Анапы страничку, на которой будет размещена информация обо всех спортплощадках города. Там можно будет узнать, где они находятся и какие там установлены тренажеры, чтобы любой желающий получил необходимую информацию о спортивных школах, секциях, культурных кружках, которые есть в Анапе. Члены молодежного совета пообещали взять шефство над новой страничкой. Анна Меркурьева предложила создать в Ореховой роще современные условия для отдыха анапской молодежи. В современном мире прежде всего нужен Wi-Fi. Мы бы хотели, чтобы туда провели Wi-Fi. И если смотреть правде в глаза, то сегодняшняя молодежь с очень низким уровнем культуры. Поэтому мы бы хотели, чтобы именно в Ореховой роще проходили выставки какие-то тематические, возможно. И в принципе фирма «Фотом» готова на это, и они сами предлагают свои услуги. Сергей Сергеев сообщил, что в скором времени в Анапе появится 8 точек бесплатного Wi-Fi. И Ореховая роща, скорее всего, будет в их числе. Все самые интересные и обоснованные предложения, направленные на организацию здорового и содержательного досуга молодежи, будут воплощены в жизнь. Мы работаем для того сегодня, это не высокие слова, поверьте честно. Это вот как бы цель, которую мы преследуем. Работаем для того, чтобы ваше поколение, именно ваше поколение, могло с гордостью сказать, я живу, учусь, работаю, родился в городе-курорте Анапа. В завершении мероприятия его участники решили, что подобные встречи надо проводить чаще. Ведь у молодежи есть свой нестандартный и очень интересный взгляд на жизнь города, его настоящее и будущее. Сотрудники коммунальных служб проводят инфектицидную обработку многолетних зеленых насаждений. Работают специалисты управления ЖКХ, обрабатывают деревья на муниципальной территории и по заказу анапчан в частных дворах. Специалисты ЖКХ приступили к обработке деревьев от карантинного опасного вредителя растений – американской бабочки. Насекомое повреждает более 300 видов растений и кустарников. Гусеницы этой бабочки полностью уничтожают листву на растениях. Специалисты ЖКХ распыляют на деревья раствор, который безопасен для людей, животных и птиц. Обработают все растения на улицах, в парках и скверах курорта. Всего в Анапе будут обработаны от вредителей 11,5 тысяч зеленых насаждений и почти 7 тысяч растений. И в продолжение темы борьбы с насекомыми. Обработку территории с воздуха от комаров и личинок провели сотрудники компании «Гигиена плюс». Специалисты предприятия «Гигиена плюс» обрабатывают территорию анапских плавней от личинок комаров. Эти насекомые – переносчики опасных заболеваний – малярии и лихорадки западного Нила и дирофилериоза. Профилактические и истребительные мероприятия по борьбе с кровососущими насекомыми проводят на площади 434 гектара. С воздуха обрабатывают 426 гектаров. С вертолета распыляют биопрепарат «Бактицит», разрешенный для обработки рыбохозяйственных водоемов. На земле ручным способом обрабатывают 8 гектаров. На территориях с большим потоком людей, где по санитарным нормам авиационная обработка запрещена. Так вручную проводят обработку водоемов детского парка и старого русла речки Анапки, береговой части Витязевского лимана. Заказчик работ – управление ЖКХ. Подрядчик, выигравший открытые электронные торги. Предприятие «Гигиена плюс». Летом запланировано 8 наземных и 7 авиационных обработок. Отдых без насекомых для жителей и гостей курорта обеспечен. На базе спортивной школы номер 4 проходит всероссийский турнир под дзюдо, посвященный заслуженному тренеру России Василию Андреевичу Ильину. На церемонии открытия наградили спортсменов города-курорта за победы на последних турнирах разного уровня. Подведены итоги творческого конкурса. Наш корреспондент Лариса Басова получила грамоту за сотрудничество и освещение спортивных событий. Всероссийский турнир под дзюдо проводится с 1998 года и второй раз посвящен Василию Ильину, заслуженному тренеру России, трудившемуся в 4-й спортивной школе, заместителем директора по спортивной работе. Благодарности и подарки в память об отце вручили его детям. Участников соревнований приветствовали гости и меценаты, поддерживающие развитие спорта в нашем городе-курорте. Среди них депутат ЗСК Николай Егорович Иванюшкин. Сегодня от души поздравляю ребят, что они защитили достойно честь нашего города воинской славы Анапы. Спасибо вам, ребята. Николай Егорович поздравил команду дзюдоистов Анапы, которая на турнире Победы в Санкт-Петербурге второй год подряд занимает первое место среди команд городов-героев и городов воинской славы. Первую встречу мы выиграли 9-1 с городом, с Ковровым вроде бы, 9-1. А вторую встречу 6-4 на более тяжелой соперники. Мы с ними уже встречались в прошлом году, ну, они уже были более подготовленные к нам. Ну, и как, ну, все равно смогли выиграть 6-4, это хороший счет. На Россию идет в октябре. Ну, в принципе, все. ЮФО выиграл где-то месяца 2-3 назад, и это бралось на Россию. Впервые в этом году проведен конкурс фото на спортивную тематику памяти Василия Ильина. Наша телерадиокомпания «Напа-регион» заняла третье место. В этом году всероссийский турнир по дзюдо перешел в статус международного. Собрал 18 команд. 300 участников из разных регионов России и зарубежья. Якутия, Ханты-Мансиск, Иркутская область, Удмуртия, Азербайджан, Узбекистан командировали в Анапу лучших борцов 2000-2002 года рождения. Все филиалы спортивной школы номер 4 представили самую многочисленную команду. Около 80 юных дзюдоистов. Впереди у них три дня соревнований. С 10 по 15 июня «Анапа» принимает участников 20-го юбилейного международного турнира по греко-римской борьбе, посвященного заслуженным тренерам и мастерам спорта СССР и России. Соревнования проходят во Дворце спорта на улице Амелькова. Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный мастерам спорта и заслуженным тренерам, проводится в 20-й раз. Спортивная школа номер 1 «Анапы» представила 40 юных борцов. На юбилейный турнир собрались 62 команды, 480 участников. Это самый представительный за все годы турнир. Этот спорт в свое время родил много знаменитых борцов, в честь которых неоднократно поднималась знамя Великая Россия на чемпионатах Европы. Искренние слова благодарности главы муниципального образования, город-курорт «Анапа» Сергея Павловича. Сергеева поздравить вас с открытием международного турнира, пожелать вам доброго здоровья и быть достойны славы и чести великих борцов и тренеров, которые воспитали не одно поколение ребят, которые сегодня опять прославляют нашу Россию. Восемь команд прибыли из рубежа – Молдова, Абхазия, Туркменистан и другие страны. Тепло приветствовали команду Крыма, который теперь выступает как субъект Российской Федерации. Спортивная «Анапа» преподнесла крымчанам памятный подарок. Я нисколько не сомневаюсь в том, что сегодня Крым, который является уже частью России, заслуженно не обойдет его стороной все спортивные события, которые проходят в Россию. Это расширенный турнир по трем возрастным категориям. Самые младшие участники в возрасте 12 лет, старшие – 97-го года рождения. Турнир продлится до 15 июня. 14 июня в Анапе откроют курортный сезон. Торжественная церемония открытия и концерт звезд российской эстрады – Олега Газманова, Тимура Родригеса и участников битвы хоров – пройдут на театральной площади. Наша телерадиокомпания проводит прямую трансляцию. Начало в 21 час. 14 июня. Анапа. От рассвета и до заката. Лето начинается здесь. Открытие аллеи фонтанов, пляжная вечеринка и фестиваль молодежных субкультур. На главной сцене – Олег Газманов, победители шоу «Битва хоров» и зажигательный Тимур Родригес. 14 июня. Анапа открывает курортный сезон. И вы на этом празднике – главные гости. В день открытия курортного сезона 14 июня в 16.00 на стадионе «Спартак» пройдет встреча футбольного клуба «Анапа» с краснодарской командой «Спартак». Напомним, прошедшая 31 мая игра команды «Анапа» с командой «Станицы Денской» завершилась со счетом 1-0 в пользу анапчан. По итогам девяти туров наш футбольный клуб находится на седьмой строчке турнирной таблицы. Болельщики и тренеры уверены, что в день открытия сезона нас будет ждать интересная игра. Поддержите нашу команду 14 июня в 16.00 на стадионе «Спартак». Вход свободный. На нашем канале стартует новый летний проект, основанный на прославленном и нашумевшем фотопроекте «Следуй за мной». Главная героиня вместе со своим другом путешествует по Анапе в поисках новых, красивых и необыкновенных мест. В рамках проекта мы расскажем о достопримечательностях города, покажем окрестные пейзажи и туристические жемчужины города. Пилотный выпуск смотрите сегодня, сразу же после выпуска программы новости. Далее передача будет выходить в эфир по четвергам в 18.45. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 12 июня в Анапе солнечно и ясно. Утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23-25, ночью до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и хороших выходных. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова